Кто тут свежий? Кто тут свежий? Шучи во себе! Покажи всем! Покажи всем! Ном-культура юбилейный в Байкальске всегда полон жизни. На сцене бодрая, задорная, современная музыка. Здесь репетирует вокальная группа Капитошки. А на втором этаже раздаются народные мотивы в исполнении казачьего ансамбля. Помещений не так уж много, а вот творческих людей в городе немало. Здесь даже есть театр. Коллективу с 25-летним стажем присвоено звание Народного театра России. Только вот своего дома у артистов нет. Нет помещений и у музея города. Раньше он был в библиотеке, но сейчас ее закрыли на реконструкцию. Надо строить новое здание, решили в Байкальске. Площадку уже подобрали, рассказывает директор Дома культуры и председатель городской думы Алексей Нагаев. Вот эта уютная роща сможет вместить и капитальное здание, и легкие павильоны вокруг. В них планируют расположить отдельный музей байкальской воды и творческие мастерские. Туристы будут приходить сюда, проходить мастер-классы, и в течение часа, предположим, своими руками там сделают, ну, нерпочку там, ну, то есть такие моменты, когда можешь частичку Байкала увезти с собой. То есть ты как бы и гуляешь, и творчеством занимаешься параллельно? Ты больше познаешь мир, мир Байкалова. Кстати, развитие туризма – одна из причин, по которым новый объект так нужен. Приезжие катаются на лыжах или любуются Байкалом, а вот вечером им заняться нечем. Важен культурный центр и для жителей. В микрорайоне «Строитель» нет подобного учреждения. Детям приходится пересекать железную дорогу и федеральную трассу, чтобы попасть в ДК «Юбилейный». Именно его филиалом будет новый центр. Проект «Строительство» уже готов. Его специально адаптировали к территории. Зданию в стиле шале добавили сейсмоустойчивости. Не то что нуждаемся, да, мы крайне нуждаемся в этом вопросе, но мы озвучивали эту тему абсолютно на всех уровнях. И недавно мы, спасибо губернатору, получили поддержку губернатора. Вовлечены были и Министерство культуры Иркутской области, и Минстрой, и поддержка депутатов Законодательного собрания, поддержка депутатов Государственной Думы. Спасибо, я хочу сказать всем, что нас включили в план строительства. Проект поддержал депутат Государственной Думы Михаил Щапов, а в Заксобрании области Ольга Носенко и Галина Кудрявцева. Вопрос финансирования объекта народные избранники должны рассмотреть на сессии уже в мае. Анастасия Байдракова, Сергей Полянский. Новости. Сейчас.